На конец марта 2023 года зафиксировано 90 тысяч военных преступлений и преступлений агрессии, совершенных российскими оккупантами в Украине за время полномасштабного вторжения. Об этом сообщают в офисе президента Украины. Украинские журналисты и правозащитники работают над тем, чтобы собрать максимальное количество доказательств и привлечь россиян к ответственности. Данных об их преступлениях становится больше с каждым днем. Были случаи, когда мы слышали об одном случае преступления, а потом, когда приезжали в деоккупированное село и начинали говорить с местными, то находили уже 15-20 историй. И сейчас только в нашей базе данных более 42 тысяч случаев преступлений, совершенных российскими военными. Военные преступления, преступления против человечности, случаи геноцида. Наша цель – систематизировать полученную информацию и показать, что это не просто случайные инциденты отдельных солдат или офицеров. Это результат приказов, это политика Российской Федерации. Нынешний уровень развития технологий помогает фиксировать преступления российских оккупантов практически в реальном времени. Наказание должен понести не только один Путин. Мы приезжали на место, где совершили преступления и собирали доказательства. Письма солдат, их личные вещи, которые они сами оставили. Также мы старались найти видео с камер наблюдения на улицах и идентифицировать российских солдат, которые базировались в этих селах. Затем возвращались и показывали их лица, кого-то узнавали в соцсетях, кого-то нет. Мы рассказывали историю об определенном преступлении, которое совершил определенный российский солдат. Не просто условно российской армии, у тех, кто совершил эти преступления, есть имена. По состоянию на конец мая 2023 года, по официальным данным, Россия похитила более 19 тысяч украинских детей. Однако, по неофициальным данным, речь идет о почти 700 тысячах маленьких украинцев, вывезенных с временно оккупированных Россией регионов. На украинской территории Россия ведет себя как страна-террорист. Первое, что делают российские военные после оккупации населенного пункта, они пытаются зачистить его от проукраинских жителей и журналистов, которые показывают, что там происходит на самом деле. Журналисты в Херсонской, Запорожской областях фиксировали протесты против российской оккупации. Россиянам это не понравилось. Их похищали, пытали. Некоторые журналисты до сих пор в тюрьме, некоторые убиты. Преступления, совершенные на оккупированной территории, россияне всегда пытаются вскрыть. Я могу привести пример. Когда мы работали в Херсоне, в ноябре-декабре прошлого года, мы нашли свидетеля, который видел, как представители Росгвардии и ФСБ избивали пленных до тех пор, пока те не умерли. Затем отдавали приказ замотать тела и бросить их в реку Днепр. Мы понимаем, что, скорее всего, мы никогда не найдем некоторые тела или найдем их где-то на дне реки. И тем не менее, уже сейчас задокументированные преступления россиян могут быть использованы как доказательство в международном суде. Международное правосудие работает медленно. Очень медленно. Но работает. Мы слышали новости о трибунале по бывшей Югославии, о судах над представителями режима Асада в Сирии. На это требуются годы для получения результата. Иногда это может раздражать. Но мы должны продолжать свою работу. Украина вместе с международными партнерами работает над созданием специального международного трибунала, чтобы привлечь президента России и соучастников его режима к ответственности за развязанную против Украины войну. Украину поддержали уже 38 стран. В Киеве же ожидают, что спецтрибунал может заработать уже в 2024 году. Анжелика Брушневска для телеканала Freedom.